Добрый день, с вами Плазма, и сегодня мы полетим охотиться на всех, кого возможно. А-10, F-18, и в конце концов встретимся с Апачем, только с очень плохими для нас последствиями. Набираем высоту и взлетаем. Мы на сервере Contention, против нас сражаются другие живые люди, то есть это PvP. И набираем высоту и скорость. Вооружение на нашем самолете такое. Штуки стоят сначала с орбиции, система РЭП, две штуки Р-73, две штуки Р-27Т и Р-27Р. На этом сервере нет дальнобойных ракет, то есть Р-27ЕР, ЕТ нету. И также нету АИМ-120, так что тут мы работаем ФОКС-1, и на нас летит F-18, загруженный Спэрроу. С правой стороны экрана у нас сейчас, как видите, TechView. Программа бесплатная, всем рекомендую себе инсталлировать. И вы можете потом скачивать с серверов, на которых играете TechView просмотр, и смотреть, кто же вас подбил. И таким образом учиться. Так что идите на TechView, скачивайте программу за бесплатно. А пока что, F-18, который на нас летит, пустил в меня ракету. Ракета разгоняется, набирает скорость, и он пускает вторую Спэрроу. Дистанция такая довольно большая, так что я довольно спокойно начинаю на него разворот. И послаю ему в ответ Р-27Р. Ракета полуактивная, так что пока в меня летит Спэрроу, я ему послаю в ответ. Он довольно борзой, пускает третью ракету в меня, и только тогда начинает маневрировать. И я ухожу в Крэнк. Срываю захват, моя ракета прилетает мимо, потому что я не хочу угодить на его ракету. И на меня вылетят уже четыре Спэрроу. Отработываю диполями, но его ракета прилетает мимо. Почему? Потому что я поставил сам самолет на угол 3.9 и отключил Сорбицию. Если у вас работает рэп, то Спэрроу может захватить ваш рэп и все-таки попасть по вашему самолету. Даже если вы сорвете захват F-18. Где же этот F-18? Я кручусь, пытаюсь захватить его вертикальным захватом. Где-то он здесь, но я его не вижу. Почему? Потому что он надо мной. И он пустил Сайдвайндер. Довольно с близкого расстояния, и мне повезло. Сайдвайндер прошмыгнул совсем рядом. Я вижу на даталинке, что он где-то сзади. Поворачиваюсь. Он у меня проходит мимо носа. Есть захват. И я начинаю резкий разворот на него. Он уходит направо. Наблюдаем. Вон он. Я слежу, чтобы он не пускал ловушки. Все очень спокойно и осторожно. Когда все выглядит хорошо, только тогда пускаем ракету. Когда начнет на меня разворот, пустим ракету. И пошла. Ракета 27Т. И враг подбит. Почему пустил 27Т, а не 27Р? Потому что он был в повороте, и он мог сорвать мой захват, уйдя на 3.9. Давайте посмотрим это сейчас еще разок. Как это выглядело. Он уходит направо. Я разворачиваюсь за ним. У меня на суп пуск ракеты. Если заметили, я отбросил чуть-чуть тепловых ловушек. На всякий случай, если он все-таки по мне пустил в ответ что-то. Но враг подбит. А мы летим охотиться дальше. И не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. И оставляйте всякие комментарии. Потому что комментарии очень хорошо помогают каналу. Я это видео выложу тоже на Рутюб. Если вы на Рутюбе, то в основном я выкладываю на Ютюб. Потому что я на Западе. Но можете меня где хотите поддерживать. Оставляйте комментарии. Рекомендуйте. Посылайте друзьям. На форумы, на Дискорды и так далее. Если Дискорд еще не забаненный. Следующая цель. Маневрирует низко. Это у нас А-10. Он работает по целям на земле. И как видите на Так-Вью. Он у меня на носу идет слева направо. Я в него пустил 27-ю Р-ку. Но он ушел ровно на перпендикулярный полет. 3-9. И пускает Диполя. То есть все, что я в него пускаю. Вот еще одна Ярка пошла. А он летит прекрасно низко. И отрабатывает Диполем. Так что мои ракеты одна за другой срываются. Довольно такое интенсивное маневрирование у него. Визуальный захват есть. Пошла ракета ближнего боя. Р-73. Прошмыгивает у него под хвостом. Я перехожу на пушку. Отрабатываем пушкой. Какие-то легкие попадания есть. Но ему до меня совсем начихать. Он у нас, красавчик, приземлился. Ну что ж. Давайте с ним разберемся. Начинаем разворот направо. Продолжаем наблюдать. Самое главное не потерять его. Он такой маленький. Вот он есть захват шлемом. Наводим на него назад пушку. И еще раз дорабатываем. Есть какие-то попадания. И как видите я ухожу в перпендикулярный полет. Вот как это выглядело с А-10. Вот подлетает моя ракета СМС-3. Бабах. Он садится. Вот пикирует плазма. Какие-то попадания пушка есть. Он довольно у нас подбитый. Вот идет мой разворот. И сейчас еще раз на него нырнем. А пока все это происходит. Ко мне подлетает Хорнет. И сейчас вы его увидите. Я тут с А-10 балуюсь. А больше баловаться уже нельзя. И вот поэтому я улечу настолько ровно. Если вы посмотрите сейчас. В меня стреляет Хорнет. С довольно близкого расстояния. Километров 15. Я его вижу визуально. Смотрю на березу. Похоже что ракета сорвалась. Я пытаюсь развернуться. Захватить его. Он меня захватил раньше. И пустил ракету. Надо опять уворачиваться. Первая ракета прошмыгивает мимо. Вторая ракета идет на меня. Опять его уже на 3.9. Отрабатываю диполями. Его ракета приближается. Происходит срыв. И теперь я опять могу работать. Разворачиваемся. Захватываем пуск ракеты. Уходим. Отбрасываем тепловые ловушки. Подбит враг. Если бы не тепловые ловушки. Его сайдвайнер бы по мне все таки попал бы. Так что. Главное работать умно. Давайте посмотрим как это было. Вот летит его Спарроу. Помните он должен меня держать в захвате. Я его захват сорвал. Разворот агрессивный. Вон сзади мне взорвалась Спарроу. Р-73. Пока она к нему летит. Я отбросал тепловые ловушки. И его сайдвайнер промазал. Зачет. Третий вражеский самолет сбит. Осталась одна ракета. И совсем мало топлива. Так что идем на посадку в город Хама. Сервер называется Contention. Заходите, летайте. Дело такое, что не со всех взлетных полос можно взлетать. Потому что некоторые фронтовые. И тут за мной следит такой вредный человек. По имени Апач. И как видите, Апач меня заметил. В сервере Contention интересное дело. Потому что вы можете загружаться, заряжаться на более фронтовых аэродромах. Но взлетать особенно тяжелой авиацией вы должны с задних. Что довольно логично. Так что я подобрался к фронтовому аэродрому. Думаю, сейчас загружусь, перегружусь, наберу ракет и пойду всех дальше мочить. Но как бы не так. Этот же Апач меня все-таки заметил. Так что я тут пока сижу и прохлаждаюсь. Он ко мне подлетает. А я его даже не смотрю. Он маленький. Его нету на даталинке, на радаре. Я вижу, что всякие там миражи рядом летают. То все. А тут у меня слева работает Апач. И вот как было это дело. 37-мм пушка меня отгасила. И я его вот заметил. Гаденыша. Какой позитив. По идее, я на базе, я могу починиться и перезаправиться. Это хорошо. И я это сразу начинаю делать. Второе. Поскольку я не был в СРС, я не мог по радио передать ребятам, что тут летает Апач рядом. Но я быстренько открываю карту. Ставлю галочку, где он находится примерно. И пишу в чат своей команде, что тут у нас крутится вредный Апач. А Апач продолжает летать. А я довольно злой. Потому что я же так красиво прилетел. Как видите, на TechView тут мираж приземлился. И опять взлетел. Потому что они прочитали мой чат. Вот идет МиГ-21 на посадку. А рядом с ним проходит этот Апач. Это прям красиво. Прямо кинематографический такой захват. Окей, короче. Летит наш МиГ-21. Прочитал мой чат. И сообразил, что Апач здесь. Вот он разворачивается. Набирает скорость опять. А вон Апач. Я это все продолжаю смотреть из кабины. Апач уходит за горку. И буквально через 30 секунд спустя я вижу, как МиГ-21 пускает ракеты. И гонится за Апачем. И уходит куда-то вниз. Дух. Все. Ждем. Вылетел. Живой. Но я думаю, все. Апачу конец. Пишу ребятам в чат. Молодцы. И слышу звук сзади. Думаю, опа. Опять на меня налет. Как бы не так. Бамс. Мираж. Тоже на красной стороне. Пролетает. И добивает Апач. Красота. Командная работа супер. Давайте посмотрим, как это выглядело на... Кинематографическом виде. Апач пускает ловушки. Промах первой ракеты. Наш МиГ-21 не сдается. Отрабатывает пушкой. Отрезает хост этому Апачу. И прилетает... Ой, как низко. Пилот молодец. Молодец, молодец. И даже не плюхнулся в... Столбы электропередач. Молодец. Фух. Уходит. А тут еще Мираж. Кабина Апачи приземлилась. Но с ним сейчас разберется наш красавчик. Отрабатывает пушка. И все. От Апачи ничего не осталось. А я пока могу перегрузиться, перезарядиться. И посмотреть, как красиво и Ми-24 улетает по своим делам. Такой это вот сервер контеншн. Надеюсь, вам понравилось это видео. Как всегда, ставьте лайки. Скачивайте TechView. А если вы находитесь в Европе или в Северной Америке, fox3ms.com могут вам сделать персональный сервер. Северный сервер довольно за хорошую цену. И стабильно и легко управлять и так далее. Так что идите к ним, если вам нужны сервера. Увидимся в отзыве. С вами был План.